Здравствуйте! Мы продолжаем изучение политической истории России. Напомню, предыдущую лекцию мы кончили завершением очень тяжелого периода в истории России, смутного времени. В 1613 году Земский собор избрал царем Михаила Федоровича Романова. И вот сегодня нам предстоит рассмотреть, как правили первые Романовы на протяжении XVII века. Первым царем был Михаил Романов, но ему было всего лишь 16 лет. И естественно, что сначала за неопытного царя правила его мать, а затем вернувшийся из польского плена его отец, патриарх Филарет. Филарет получил даже после того, как вернулся из плена, титул великого государя, то есть не только реального, но и законного соправителя. Ну и главное содержание всего правления Михаила Федоровича – это ликвидация преодоления последствий смутного времени. Почти непрерывно на протяжении первых десятилетий правления собирались земские соборы. Приходилось решать много трудных проблем. Восстанавливать фактически разрушенную государственность и разрушенное хозяйство. И вот в целях консолидации общества царь простил всех участников смуты. Но тут вот какое было еще наследство смуты. Сложный вопрос о поместьях, которые щедро жаловали дворянам все бесчисленные самозванцы и даже польский королевич Владислав. Такие пожалования теперь не признавались. Не признавались, но, с другой стороны, многие дворяне их утаивали. Потому что эти поместья все равно запустили, и дворяне хотели получить новые земли с новыми крестьянами. Вот почему уже Филарет, отец Михаила Федоровича, провел новое описание земель. Ну, кроме того, разыскивали беглых и крестьян, и беглых посадских людей. Потому что нужно было пополнить казну государственную, привести в порядок финансы. Нужно было обеспечить поступление в казну податей. Ну, и Филарет, соответственно, своему сану, высшего духовного лица, заботился еще о чистоте веры. Был наложен запрет на религиозные книги немосковской печати. Ну, наконец, такая государственная, между прочим, проблема, которую приходилось решать, Проблема женитьбы царя Михаила. До возвращения Филарета была уже подыскана невеста, Мария, красивая девушка Мария Хлопова, но бояре Салтыковы, которые пользовались большим влиянием, выслали ее в Нижний Новгород, ссылаясь на то, что она больна. А вот когда Филарет вернулся, он во всем разобрался, решил, что это клевета, клеветников наказали. Однако же царь раздумал на ней жениться, и стали искать новую невесту. Устроили смотрины, были в Москву привезены 60 самых знатных, ну и красивых девиц, и царю приглянулась боярышня Евдокия Стрешнева. Вот она и стала царицей и матерью уже второго царя из династии Романовых Алексея Михайловича. Теперь, что касается внешней политики. При Михаиле Федоровиче военные действия, которые начались во время смуты, военные действия с Польшей и Швецией продолжались еще долго. Еще долго. И только через 4 года после окончания смуты в 1617 году был заключен со Швецией Столбовский мир. Согласно этому мирному договору, шведы оставили за собой захваченное ранее русское побережье Финского залива, но все-таки ушли из Новгорода и других старинных русских городов, прилегающих Старой Руссы, Ладоги, Орхово. Но в это же время, в это же время, в 1617-1618 годах, польский король, королевич еще Владислав, сам решил все-таки еще раз попытать счастья, сам лично возглавил поход на Москву и приблизился к Москве. Он ссылался на то, что его в свое время пригласили, Семибоярщина, правительство, которое было в Москве в свое время, после свержения Василия Шуйского. Вот Семибоярщина предложила королевичу Владиславу стать русским царем. Иначе говоря, он не признал избрание царем Михаила Федоровича Романова. Ну, правда, успеха Владислав не добился, и недалеко от Троицы Сергиевого монастыря, который, помните, в свое время выдержал длительную осаду поляков, в деревне Деулина было подписано перемирие. Перемирие на довольно тяжелых условиях для московского государства. Потому что все, что захватили поляки во время смуты, Смоленск, смоленские земли, кроме только Вязьмы, Черниговские, Новгородсеверские земли, и все это они сохранили, все это они удержали. 29 городов на этой территории было. Состоялся обмен пленными. Вот еще условия этого перемирия. Вот как раз по Деулинскому перемирию и вернулся, получил возможность вернуться в Москву патриарх Филарет. Обратите внимание, Деулинское перемирие не означало разрешение всех территориальных и прочих споров между Польшей и Россией. Уже потому, что это было перемирие, оно было подписано на 14,5 лет. И по истечении этого срока военные действия возобновились. На этот раз русское войско под командованием боярина Шейна с согласия Земского собора попыталось отвоевать Смоленск. Эту войну так и называют Смоленской. Смоленская война к успеху, опять же, не привела. В общем, сохранилась, как говорят, статус-кво. Дело еще в том, что во время осады Смоленска войскам боярина Шейна крымские татары в очередной раз вторглись в пределы московского государства, близко подошли к Москве, а дворяне, находившиеся в войске, ринулись спасать свое имущество, свои земли, свои семьи. В общем, войско распалось по существу. Ну, там были еще и холопы, совершенно не обученные крестьяне, посадские люди. В общем, крымский хан фактически сорвал попытку вернуть Смоленск, а ответственность все возложили на Шейна и на другого его, до Измайлова, им отрубили головы. В результате был заключен мирный договор, который все оставил без изменений, и только был один здесь пункт, позитивный, безусловно, момент. К тому времени польский король Сигизмунд умер, стал королем тот самый Владислав, и он, наконец, отказался от притязаний на русский престол. Мы подошли к правлению следующего царя из династии Романовых, Алексея Михайловича. Второй царь из династии Романовых, сын Михаила Фёдоровича, он правил 31 год, с 1645 года по 1676, он был прозван за свой кроткий нрав тишайшим. И, в общем-то, это прозвище оправдывал до известных пределов. Он даже признал вину своего прадеда, именно так он выразился, вину, он имел в виду Ивана Грозного, и приказал перенести в Москву мощи митрополита Филиппа Колычева, которого задушил в своё время глава оприщников Малюта Скурата в Соловецком монастыре. Ещё один пример кротости царя. Когда сын руководителя посольского приказа, боярина Ордена Нащёкина, о нём ещё придётся, говорит, бежал за границу, прихватив, кстати, казённые деньги, и огорчённый отец попросил у царя отставки, царь постарался его успокоить. Дёх, так сказать, молодой человек, он никакой не изменник, он просто захотел посмотреть другие страны, а потом он вернётся, как птица, возвращается в родное гнездо. Отставку боярина он не принял. А сын Ордена Нащёкина действительно вернулся и не был наказан. Царь вообще никогда никого не обижал из приближённых, не оскорблял, во всяком случае. Это иностранцы даже, путешественники, дипломаты отмечали. Ну, вообще-то он умел крепко выражаться, но, как говорится, за дело. Доброта царя проявлялась даже во время войн. Когда воеводы терпели поражение, он их тоже успокаивал, писал, что нужно радоваться тому, что потери людские не так уж велики. А когда один иностранный офицер на русской службе предложил ввести смертную казнь за бегство с поля боя, царь с негодованием отказался. Сославшись на то, что Бог не всем даровал одинаковую храбрость. Царь был очень религиозен, очень набожен, истово выполнял все обряды, подолгу постился. В общем, в этом отношении он служил как бы образцом для подданных. Кроме того, он ежегодно посещал тюрьмы, беседовал с заключёнными, а некоторым даровал свободу. Ну и, наконец, надо сказать, что он был образованным человеком, много читал, сам много писал, причём с черновиками, добиваясь наибольшей выразительности слова. Но если говорить о его политике, то будучи тишайшим и таким образом ничем не похожим на Ивана Грозного, Алексей Михайлович всё-таки продолжал всеми средствами, всеми доступными ему средствами укреплять самодержавие. И в этом смысле, конечно, он продолжал политику Ивана Грозного. Это нашло отражение и в его титуле середины 50-х годов. Царь, государь, великий князь и всея великие малые и белые Руси самодержатся. Следует сказать ещё о том, о тех, кто входил в ближайшее окружение царя. Ну, в начале царствования очень большим влиянием пользовался воспитатель царя, его дядь, как говорили, Борис Иванович Морозов. Царь был очень к нему привязан и Морозов этим пользовался и не всегда бескорыстно. А когда встал вопрос о женитьбе Алексея Михайловича уже, то, не желая появления при дворе соперника, нового влиятельного человека, царского тестя, Морозов постарался подобрать царю невесту, чтобы не было вот такой опасности. Это была дочь дворянина Милославского, захудалого дворянина, бедного, и, так сказать, будущая царица, видимо, так оно и было, помогая своей бедной семье, собирала грибы, сама торговала ими на рынке. Но она была красавица, и царь в нее влюбился, увидев ее, ну, специально это было устроено в Успенском соборе в Кремле. Но сам Морозов одновременно женился на сестре царицы, и таким образом свое положение закрепил. Но нужно сказать, что царь, в общем-то, разбирался в людях. В его царствование выдвинулись многие талантливые государственные деятели. Среди них были и знатные люди, ну, например, боярин Федор Тищев, он был товарищем детских еще игр царя, но были люди скромного происхождения. Ну, вот уже упомянутый Ордин Нащекин, он был дворянином, не боярином сначала, его преемник на посту руководителя посольского приказа, также худородный дворянин Артамон Матвеев, но в иных случаях характера Алексея Михайловича не хватало, и он ну, не расставался, скажем, с неподходящими людьми, которых знал хорошо и был чем-то обязанным, хотя они не вполне удовлетворяли его как государственные деятели. Ну, вот, терпел он и родственников царицы, в общем, бездарных совершенно, милославских. Ну, правда, был такой случай. Однажды на заседании Боярской Думы царский тесть расхвастался своими воинскими талантами, которых у него не было, и рассерженный царь рванул его за бороду и пинками выгнал из зала, захлопнув дверь. Впрочем, на следующий день, как ни в чем не бывало, он принял его и не вспоминал вчерашнее. Как же управлялось русское государство при Алексея Михайловича? Ну, прежде всего, продолжал укрепляться расшатанный в годы смуты государственный аппарат. Ну, правда, государственное управление по-прежнему не отличалось большой стройностью и стабильностью. Это относится и к давно существовавшим учреждениям в Боярской Думе, Земским Собором. Они оставались учреждениями неопределенной компетенции, численности, состава и сроков созыла. Что касается Боярской Думы, то существовала формула «Царь указал, а бояре приговорили». То есть решение как бы совместное, согласованное царем с его советниками. Но в то время отсутствовала практика ведения протоколов заседания. Поэтому вот эта формула «Царь указал, а бояре приговорили», эта формула фиксировала только факт участия бояр в обсуждении вопроса, но поименно никто не назывался. А между тем иные из бояр, членов Боярской Думы, которые находились там в соответствии с принципом местничества, ограничились тем, что молча сидели и ровно ничего не произносили. «Царь», как дьяк Григорий Каташихин, написавший книгу о порядке в московском государстве, он так и пишет, что вот такие бояре сидят броды свои уставя и ничего не отвечают на вопросы царя. И царь, конечно, понимал, что от таких бояр толку мало и нередко предпочитал советоваться с более узким кругом лиц из числа членов Боярской Думы, с так называемой Ближней Думой. Ближней Думой. Второе учреждение, собиравшееся время от времени, со времен Ивана Грозного, это земские соборы. Ну вот, земские соборы собирались очень часто при Михаиле Фёдоровиче и уже реже при Алексею Михайловиче. Почему? Сроков-то не было определённых. Царь сам решал, когда собрать, по мере надобности. И чем прочнее становилась государственная власть и укрепляла самодержавие, тем реже чувствовали, чувствовал Алексей Михайлович надобность в земском соборе. Ну, последний земский собор собрался уже позже, позже уже при его сыне. О нём ещё будет разговор. Это был важный земский собор, но он был последний. Зато дальнейшее развитие получила приказная система. Система приказов, то есть органов текущего управления. В Центральном административном аппарате насчитывалось около двух тысяч чиновников или каких называли тогда дьяков и подьячих. ну, это уже немало, конечно, но недостаточно, если иметь в виду размеры государства и численность населения. Ну, численность населения тогда была 13 миллионов человек. Ну, а количество приказов выросло до 80-90. Но, обратите внимание, потом их число стало уменьшаться, потому что некоторые приказы создавались на короткий срок, потом упразднялись. И по-прежнему это были приказы по-разному устроенные, имевшие разное назначение. Ну, во-первых, отраслевые приказы. Отраслевые приказы к ним относились поместные, разрядные, посольские, которые возглавлял Ордин Нащекин, разбойные, такой был приказ, приказ Большого Дворца, ну, приказы, ведавшие дворцовым хозяйством, конюшины приказ, сокольничи, приказ Большой Казны. Было несколько приказов, которые ведали воинскими формированиями. Ну, были приказы по организации изготовления оружия боеприпасов, пушечные, оружейные. Ну, и еще были территориальные приказы. Они управляли отдельными регионами. Государство разрослось. Так что был специальный сибирский приказ, был малороссийский приказ, новгородский и так далее. Ну, и, наконец, вот, третья категория, третья разновидность. Это приказы, которые ведали патриаршим хозяйством. Оно тоже было большим. Вот основной недостаток этой системы. В чем состоит? Отсутствие четкого разграничения полномочий, компетенции между приказами. И вот косвенно о несовершенстве приказов вот этой системы, хаотичной системы, свидетельствовало создание специального тайного приказа. он подчинялся царю. Этот приказ прежде всего разбирал челобитные жалобы, которые в огромном количестве поступали на чиновников из других приказов. И царь часто лично рассматривал такие челобитные. Ну, и таким образом контролировал деятельность других приказов. Ну, этот приказ был не очень многочисленный, но все-таки сорок пять подьячих при царе. Но тут уже, конечно, квалификация их учитывалась. Ну, а здесь же разбирались и политические дела, и другие вопросы. Известные изменения произошли при Алексея Михайловича в организации войска. Оно по-прежнему было неоднородным. Неоднородным, разномастно вооруженным, без общего порядка обеспечения и обучения. Новое состояло в том, что появились предвестники регулярной армии, так называемые полки иноземного строя. Их возглавляли офицеры-иностранцы, как правило, хотя были исключения. Одни из этих полков назывались солдатскими, то есть пешими, другие рейтарскими, то есть конными. Но наряду с этим оставались старые формирования. Старые формирования, то есть дворянское ополчение, оно, в общем-то, показывало в тех войнах, о которых речь шла, все больше и больше свою неэффективность. И отряды стрельцов, которые существовали со времен Ивана Грозного, но, в общем-то, и то и другое устарело. Устарело. Ну, какое соотношение было между вот этими новыми формированиями и старыми? Ну, примерно так получается. Новое формирование несколько больше половины. Стрельцы примерно 50 тысяч. Ну, и дворянское ополчение 16 тысяч. Вот таким образом. Так что полки иноземного строя, ну, где-то подбиралось к 90 тысячам человек. века. В начале царствования Алексея Михайловича произошло очень важное событие. Собрался земский собор, это было в 1649 году, и этот земский собор принял новый свод законов, соборное уложение царя Алексея Михайловича. Оно состояло из 967 статей. Конечно, там было о многом сказано, но нам нужно сосредоточиться на самом существенном. Так вот, принципиальное значение имели статьи соборного уложения, касавшееся крестьян. К середине XVII века 67% тягловых дворов, то есть дворов, которые обязаны были платить государственные подати, тягло, 67% тягловых дворов принадлежало светским землевладельцам, боярам и дворянам. 13% приходилось на долю церкви, и 10% это были государственные владения, государственные земли, государственные люди, на них работавшие. так вот, соборное уложение завершило процесс юридического закрепощения крестьян. Вот в связи с этим надо вспомнить основные этапы этого процесса. Начало юридическому закрепощению крестьян было положено еще при Иване Третьем в конце 15 века. В судебнике Ивана Третьего было сказано, что традиционное право крестьян уходить от одного землевладельца к другому ограничивается двухнедельным сроком до и после юрьева дня по окончании полевых работ. осенью. Это было начало. Следующий этап середина 16 века при Иване Грозном прикрепляется к земле черные государственные крестьяне. А что касается частных крестьян, то уже в конце 16 века временно отменили Юрьев день. Но временное превратилось фактически в постоянное. И уже в 1603 году официально Юрьев день был отменен. крестьян крестьян оставалась одна возможность, но только незаконная возможность изменить свое положение путем побегов. Ну, или бежать к другим землевладельцам, у которых лучше, ну, как правило, от дворян к боярам, или же вообще становиться вольными людьми, бежать на окраины, в степные, казацкие районы. В ответ на это, на участившиеся побеги, правительство все более удлиняло сроки розыска и возвращения беглых, так называемые урочные лета. И вот соборное уложение 1649 года сделало последний шаг. Розыск беглых крестьян стал бессрочным. Бессрочным. Крестьяне таким образом становились крепостными, то есть прикрепленными к земле навечно, к собственнику этой земли, будь то бояре, дворяне, церковь или сам царь. холопов. Ну, в отношении прав, вот если говорить именно о правах крестьян, то они перестали отличаться от холопов. Ну, разница, конечно, в том, что у холопов никакой собственности не было, никакого имущества, никакого хозяйства, они не входили в общины, они не платили цегла, потому что не было у них своего дохода. Но, что касается прав, повторяю, то крестьяне крепостные стали такими же бесправными. Причем уложение предусмотрело еще вот какой момент. Наказание за нарушение крепостного права. Штраф за прием беглых. Ну, иначе говоря, если бояре, заведомо зная, принимали бежавших от дворян, предположим, от помещиков, то они должны были платить штраф. Ну, конечно, их возвращали обратно. Кстати, возвращали не только беглых, если проходил изрядный срок, если за это время вольные, предположим, беглые крестьяне в прошлом крепостные, обзавелись семьями, у них были дети, то к прежнему хозяину возвращали всю семью, в том числе родившихся уже в вольном положении. Если беглые, предположим, изменили свое имя, в этом случае опять-таки карались те, кто дали им приют, дали им прибежище. Уложение пошло еще навстречу дворянам вот в каком отношении. Ну, по-прежнему были две разновидности феодального землевладения, вотчина, переходящая по наследству, и поместье, дававшееся за службу, временно. Но было сделано, вот согласно уложению, очень важное исключение. Поместья оставались за дворянами, если эти дворяне, ну, не могли продолжать службу, по старости или по состоянию здоровья, у них уже не отнимали. В этом смысле поместье стало приближаться к вотчине. Ну, и, наконец, еще один момент, связанный с закрепощением людей, крепостное право было распространено на всех посадских людей, на горожан, так как все они должны были платить тягло, налог в казну. Раньше были среди горожан освобожденные от этого. Ну, если они жили опять-таки в городе, но на земле принадлежавшей боярину или монастырю, теперь таких исключений не было. Все посадские люди были прикреплены к посаду, их лишили права покидать посад, крепостными таким образом стали они тоже, не только крестьяне, но и посадские люди. Еще одна часть уложения соборного касалась государственных преступлений. Уложение ужесточило наказание за преступления против высшей власти. Против высшей власти. Ну, это называлось словом и делом государевым. в ранг тягчайших преступлений, например, был возведен всякий умысел, то есть не преступление, не действие еще, а всякий умысел на здоровье, жизнь и честь государя. Вообще в соборном уложении было большое разнообразие самых жестоких наказаний. Преступников, в том числе и государственных, преступников против церкви и так далее, сжигали на кострах, отрубали им голову, заливали горло, скажем, расплавленным свинцом и оловом, это было наказание за изготовление фальшивой монеты, за оскорбление царской особой словом вырезали язык, били кнутом и так далее. Так что можно, подводя итог вот рассмотрению содержания соборного уложения, сказать, что оно не только завершило процесс закрепощения крестьян и посадских людей, но и укрепило самодержавие. И в этом отношении Алексей Михайлович не отличался от Ивана Грозного, хотя там сплошь и рядом самое суровое наказание были результатом подозрительности и каприза царя, а здесь все-таки юридически все это было проработано, закреплено в своде закона, в соборном уложении. еще один важный момент, важная группа событий, относящихся к царствованию Алексея Михайловича. В 1654 году по просьбе гетмана Богдана Хмельницкого с одобрения земского собора в Москве и Переяславской Рады на Украине Украина была принята под покровительство московского царя. Предыстория этого события такова. На Украине не раз вспыхивали восстания против польского господства. они носили и социальный и религиозный характер. Я напомню, в 16 веке был оформлен союз Польши и Литвы, он трансформировался в единое государство, речь посполитую. И в этом государстве государственной религией стало католичество. Католичество приняло и литовское население, и почти все крупные феодалы. Почти все крупные феодалы. Кто же остался православным? Православными остались крестьяне и горожане. Крестьяне и горожане, а это были украинцы и белорусы. Таким образом, крестьяне и горожане православные трудились на феодалов, магнатов, которые, как правило, были католиками. православными православными были еще казаки. Часть казаков проживала в городах семьями, а часть в Запорожской Сечи без семей. Это была, так сказать, вольная республика, и и подобно донским казакам, казаки на Украине, считались военным сословием, состоящим на государственной службе, ну, защищавшим рубежи, в данном случае, польского государства, речи посполитые. Они тоже получали государственную поддержку денежным жалованием, боеприпасами и так далее от польского короля за оборону вот южных границ государства от крымских татар и турок. Но запорожцы совершали разбойничьи набеги и на польскую территорию. Ну, во-первых, потому, что это была вольница, не желавшая никому подчиняться. Во-вторых, потому, что денежную помощь, вот эту, предоставляли в соответствии с реестром, то есть списком казаков. Этот список, ну, время от времени пересматривался, но гораздо быстрее число казаков увеличилось за счет беглых. И те казаки, которые не входили в этот реестр, в список, вольными не считались, их могли закрепостить, соответственно, и жалования они тоже не получали. Поэтому они требовали расширить реестр, получить признание их свободы и получать жалования. Во главе казаков стоял выборный Гетман. В 1647 году как раз избрали Гетманом Зиновия Богдана Хмельницкого. Он был обижен польскими властями. Вообще-то сначала его карьера успешно продвигалась, но в конце концов его сместили с прежних должностей, его хутор подвергся разграблению, убили одного из его сыновей. И вот Хмельницкий развернул военные действия против польских войск. Началось освободительное движение на Украине. В сражениях участвовали и казаки, и крестьяне. В общем, война охватила всю Украину. Она проходила с переменным успехом. Были и блестящие победы Хмельницкого, были и поражения. Вот в ходе этой освободительной войны на Украине под предводительством Богдана Хмельницкого он заключил союз с крымским ханом против поляков. Но это был ненадежный союзник. И поражения Хмельницкого несколько раз были связаны с тем, что крымский хан свои обязательства не выполнял. После первых побед над польским королевским войском Хмельницкий добился от Польши увеличения реестра казачьего и самоуправления для значительной части Украины. Но вот когда он стал терпеть поражение, он пришел к выводу, что справиться с силами поляков самостоятельно ему не удастся. И вот тогда-то он и решил обратиться за помощью к русскому царю, к Алексею Михайловичу. Причем обращался несколько раз, пока в конце концов Земский собор, специально собравшийся для рассмотрения только этого вопроса, не постановил удовлетворить просьбу Хмельницкого, то есть принять Украину под покровительство. Это произошло, я уже говорил, в 1654 году. Вот что собой представляло соглашение. фактически был заключен между Украиной и Россией военный союз в форме вассальной зависимости. На Украине сохранялся свой суд, суд по местным законам. Сохранялась выборность Гетмана. только царь утверждал кандидатуру, одобренную уже на Раде, на Казачьем Совете. Тоже утверждался определенный реестр список Запорожского Казачьего войска. Была установлена цифра шестьдесят тысяч. Внешняя политика, внешнее сношение с Польшей и Турцией передавались русскому государству. Ну, а что касается остальных других государств, тут уже Гетман осуществлял внешнюю политику. Вот такое было соглашение. Для России прием в подданство Украины означал вступление на ее стороне войну в новую войну с Польшей. А возможно и с Швецией, и с Крымом, и с Турцией, которые не могли не воспользоваться такой благоприятной для них ситуацией. Именно поэтому так долго и рассматривался вопрос принимать подпокровительство Украину или нет. Потому что ну московское государство еще едва оправилось от предыдущих войн с Польшей. А тут нужно было снова ввязываться в кровопролитную войну. Ну вот решение было положительным. Пришлось конечно пожертвовать с какими-то внешнеполитическими интересами. Чтобы сосредоточиться на войне с Польшей, пришлось заключить невыгодный мир с Швецией. Ну чтобы она хотя бы была нейтральной. Против этого очень возражал вот глава посольского приказа Ордин Нащекин, но тем не менее решение царя было такое. Мир Швеции пусть невыгодный, чтобы вести войну за освобождение Украины. Вскоре Богдан Хмельницкий умер. Его преемники гетманы Украины последовательностью не отличались. Связи с Польшей все-таки были еще довольно тесные. Ну все-таки в течение нескольких сот лет Украина была в составе Польши. И преемники Богдана Хмельницкого здесь колебались, лавировали. В том числе и сын Богдана Хмельницкого Юрий Хмельницкий его тоже выбрали гетманом. И некоторые из них из гетманов шли даже на разрыв союза с Москвой, считая, что Москва не выполняет последовательные условия договора. Тем не менее, разрешение было уже принято, Алексей Михайлович решил идти до конца. Окончилась война с Польшей в 1667 году только. только в 1667 году было подписано Андрусовское перемирие. Вот его условия. Ну, во-первых, к России перешел наконец отвоеванный Смоленск и северская так называемая земля с Черниговым, Стародубом. второе. Было признано Польшей включение в состав Московского государства, правда, не всей Украины, а Левобережной Украины. И в дополнение к Левобережной Украине Киева, Киев на правом берегу. Остальная часть Украины оставалась в руках Польши. Правда, о Киеве было сказано, что это временное решение, что он возвращается лишь на два года, но на самом деле это решение стало окончательным. И, наконец, еще один пункт был о том, что Запорожская сечь будет управляться совместно. Но Запорожская сечь, она ведь на Левобережной Украине. И поэтому просто технически невозможно было это осуществить. И этот пункт оказался окончательным. Но правда, это было перемирие, обратите внимание. Перемирие, поэтому мир был подписан позже еще уже при сыне Алексея Михайловича Федоре Алексеевича так называемый вечный мир между Московским государством и Речью Посполитой. Кроме того, что было признано присоединение к России Левобережной Украины и Киева, Польша гарантировала свободу вероисповедания на оставшейся в ее руках правобережной Украине и Белоруссии. Ну и наконец признан был титул русского царя. Помните, этого добивался еще Иван Грозный в Ливонской войне. И вот спустя, ну получается, через сто лет примерно, даже больше, Польша наконец признала правителя Московского государства русским царем. то есть, как бы равным себе. Ну, со своей стороны, Россия уплатила, правда, большие деньги. Компенсацию за Киев 146 тысяч рублей обязалась участвовать вместе с Польшей и другими европейскими государствами в антитурецкой коалиции. Так что, здесь было очень сложное дипломатическое действо. Теперь рассмотрим еще одно важное событие, которое произошло в царствовании Алексея Михайловича. В годы правления Алексея Михайловича произошел раскол русской православной церкви. Раскол был вызван реформой патриарха Никона, которую Никон осуществлял при поддержке, при полной поддержке царя. Именно симпатии и покровительства царя обеспечили продвижение Никона, которое происходило совсем из простой семьи. Сначала он был всего лишь священником в родном селе, но постепенно продвигаясь все выше и выше по ступеням церковной иерархии, стал в 1652 году патриархом. Реформа Никона получила одобрение церковных соборов с участием патриархов других православных церквей. В чем же она заключалась? Содержание реформы Никона. Ну, во-первых, реформировались некоторые обряды. Вместо того, чтобы креститься двумя пальцами, устанавливалось трое перстье. Слово «Аллилуйя» священник должен был произносить не дважды, как раньше, а трижды. Во время богослужения он двигался вокруг аналоя не по солнцу, а против солнца. Ну, еще в одежду священнослужителей монахов внесены были некоторые изменения. Вторая часть реформы заключалась в проверке и исправлении текстов богослужебных книг по греческим образцам. За сотни лет с момента принятия христианства в процессе многократного переписывания накопились разночтения по сравнению с первоначальными оригинальными текстами. Но все это возвращение к истокам православия значительная часть общества населения восприняла как нарушение сложившихся на Руси традиций. Отсюда название сопротивления реформе Никона старообрядчества. На самом деле к старому именно Никон возвращался. Но повторяю восприятие было таково. Старообрядцы не желали считать византийскую греческую церковь образцовой. Считалось, что со времен флорентийской унии, помните, накануне падения Константинополя был заключен союз с Папой Римским. Так вот, с этого момента дескать, византийская церковь отклонилась от истинного православия. И старообрядцы утверждали, что ориентироваться нужно не на греческие богословские книги, которые печатались, кстати, в это время уже в Венеции, в католической Венеции, ведь Константинополь-то находился под властью турок. Старообрядцы говорили, что равняться нужно ориентироваться на книги древнерусские, а вовсе не на эти греческие книги. Между тем, в 17 веке в Москву все чаще приглашались ученые-монахи из Киева. Среди них было много выдающихся людей, например, Симеон Полоцкий. Но вот отношение к этим, в общем-то, православным деятелям, образованным, было настороженным, именно потому, что в них видели носителей западного влияния. А Никон их использовал, вот этих ученых-монахов, богословов из Киева, в качестве экспертов, что ли, советников. Вот такая ситуация. Как можно оценить старообрячество в целом? Ну, в общем-то, здесь сложное сочетание. Переплетались здесь мотивы традиционализма, национального, религиозного и социального протеста. Среди старообрядцев были некоторые бояре, например, Бояриня Морозова, изображённая Суриков в знаменитой картине. Сцена, когда её ввозят в ссылку. Значительная часть посадского населения была на стороне старообрядцев, в том числе стрельцы, кстати. Часть духовенства. Во главе недовольных реформой Никона стоял протопоп Аввакум. Кстати, сначала он дружил и с царём, и с Никоном, они вместе входили в такой кружок ревнителей древнего благочестия. Но потом разошлись, радикально разошлись. Ну, а чтобы вы представили себе, как аргументировал свою правоту Аввакум, я приведу его слова, обращённые к царю, к Алексею Михайловичу. Очень фамильярное обращение, обратите внимание. Ты ведь, Михалыч, говорил Аввакум, русак, а не грек. Говори своим природным языком, не уничижай его ни в церкви, ни в дому. А царь, как обычно, добродушно отвечал, я русский, но вера-то моя греческая. Повторяю, царь последовательно поддерживал Никона. И тут ещё был политический момент. С политической точки зрения унификация обрядов греческой и русской церквей была важна царю как средство укрепления авторитета русского государства среди украинцев и белорусов, в том числе на правобережной Украине, которая находилась ещё в руках поляков. Поэтому церковный собор 1666-1667 годов объявил проклятие всем противникам реформы. Старобрядцы были высланы для начала из Москвы. Была введена в действие статья соборного уложения, согласно которой за хулу на Бога полагалось сожжение на костре. Старобрядцы укрывались от жестоких преследований на севере, за Волгой. Немало их оказалось в отрядах Степана Разина, о чём разговор дальше у нас будет. В 1682 году был сожжён протопоп Авакум. Очень долго сопротивлялся, был оплотом старобрядчества Соловецкий монастырь. Но союз царя и патриарха оказался недолгим. Властолюбие Никона, его попытки вмешиваться в светские дела, в политику, на том основании, что, дескать, священство выше царства, священство от Бога, вот всё это вызвало раздражение у бояр и даже у тишайшего Алексея Михайловича. И когда патриарх Никон демонстративно уехал из Москвы в только что построенный под Москвой Ново-Иерусалимский монастырь, это Вистре, ожидая, видимо, что его попросят вернуться, и он таким образом докажет свою правоту, ну, видимо, он вспоминал, как когда-то Иван Грозный проделал такой же трюк, уехав из Москвы в Александровскую Слободу. Так вот, тогда царя умолили вернуться, а Никона никто умолять не собирался. Не случилось этого. И церковный собор, на который приехали, между прочим, патриархи других православных церквей, Александрийский патриарх, Антиохийский, у них ещё были полномочия от Константинопольского патриарха, от Иерусалимского, вот этот церковный собор лишил Никона, патриаршего сана. Но реформа-то, начатая Никоном, продолжалась и после этого. А Никон умер, во всяком случае, царь не думал с ним расправляться, даже переписывался с ним и утешал его. В этом смысле никакой мстительности Алексей Михайлович не проявил. Ну вот теперь о народных восстаниях. О народных восстаниях, значит, о народных восстаниях, которые проходили в царствовании Алексея Михайловича. 17 век называли бунтажным веком. Так много было восстания в это время. Ну, насчёт смутного времени мы с вами говорили, но вот при царе Алексея Михайловича Тишайшем народных восстаний тоже было гораздо больше, хотя государственная власть в это время не была расшатана, а наоборот укреплялась. прежде всего это восстание в городах. Восстание в городах. В том числе в столице, в Москве. Первое такое крупное восстание было в 1648 году и получило название Соляного бунта. Соляной бунт 1648 года. Ну, дело в том, что непосредственной причиной его явилось введение дополнительной пошлины на соль. Инициатором этого новшества и был фактически глава правительства, о нём мы говорили, боярин Борис Иванович Морозов. Какая цель преследовалась? Это косвенный налог ведь. Так, взамен прямых налогов, введением такого косвенного налога на предмет широкого потребления, он хотел пополнить казну. Но это привело, естественно, к удорожанию соли и ударило по низшим слоям населения. В ходе вспышки народного восстания были разгромлены дворы знати, в том числе самого Морозова, были убиты некоторые бояре, и только Морозова царь сумел отстоять, сумел защитить, спасти от расправы фактически, ну, обязавшись отстранить его от управления, от власти. И правительству пришлось отменить налоги на соль, правда, недовольство окончательно и после этого не улеглось совсем, так как правительство компенсировало вот эту отмену соляного налога снижением жалования служил людям. Второе крупное восстание второе крупное восстание получило название Медного бунта 1662 год. Уже началась война с Польшей за Украину, и расходы, конечно, были очень большие государственные, и вот, чтобы покрыть эти расходы, и было выпущено большое количество медных денег, причем их приравняли по стоимости к серебряным, то есть, соответственно, выдавали этими медными деньгами и жалования, и так далее. Естественно, что эти цен, эти деньги частные торговцы не могли принимать по цене серебра. Цены стали быстро расти, уже не на один товар, как было тогда, с солью, а на большинство товаров. Кроме того, начали изготовлять, несмотря на все суровые статьи соборного уложения, стали изготовлять фальшивые монеты, конечно, медные деньги было проще изготовлять, чем серебряные. В общем, пострадали опять, главным образом, горожане, и служилые люди, ну, те, что получали жалования из царской казны. На улицах Москвы появились воззвания, в которых перечислялись изменники, то есть виновники всего этого бедствия, видные бояре, их заодно обвиняли и в связях с Польшей, конечно, это была неправда, но все это производило впечатление, и народ двинулся сначала к Красной площади, а затем это было летом, в летнюю резиденцию царя в село Коломенское. Царь вынужден был выйти навстречу бунтовщикам и обещать расследовать обвинения. Но тут подошли новые толпы, они требовали выдать им на расправу бояр, угрожая в противном случае расправиться с ними прямо у них в домах. Тогда царь, который сумел собрать к этому времени все-таки войска верные, это были стрельцы, им было приказано напасть на толпу, погибло около 900 горожан, 19 зачинщиков на следующий день были повешены. Но медные деньги все-таки пришлось отменить. Ну и самое крупное выступление народное в царствовании Алексея Михайловича это восстание под руководством Степана Разина. Оно снова объединило как в прошлом в годы смуты казачество и крестьянство. Началось оно на Дону. На Дону. Прологом восстания явился заурядный, можно сказать, поход, не отличавшийся от прежних разбойничьих походов, как говорили тогда, за зипунами, то есть за добычей. на этом этапе восстание было чисто казацким. Отряд Степана Разина отправился сначала на Волгу, там был разграблен торговый караван, а потом после зимовки отправился Степан Разин с казаками на Каспийское побережье. Это были владения персидского шаха, так что ничего еще особенного и угрожающего власти царя здесь не было. Но вот через три года примерно в 1670 году Разинцы устремились уже во владение московского государства. Это была уже угроза и царю, и боярам продвигались силы Разина не на юг, а на север вдоль по Волге. Ну, сначала был захвачен Царицын, с помощью местных жителей разинцы ворвались в Царицын, разбили посланные из Москвы на подавление восстания отряд стрельцов, потом на сторону Разина перешли стрельцы астраханские, и после этого жители Астрахани впустили без боя разинцев город. То же самое повторилось в других волжских городах, в Саратове, в Самаре, везде там устанавливалось самоуправление казацкое, ну, по образцу казанского, казацкого самоуправления во главе с выборными атаманами, а царских воевод убивали. Разин рассылал прелестные письма от слова прельщать, призывая присоединяться к восставшим, убивать, бояр обещал всем волю, причем от имени якобы находившегося с ним царя, сына царя Алексея, который в действительности умер к этому времени. Ну, вот в следующем волжском городе, Симбирске, у стен этого города Разин потерпел неудачу. Месяц осады этого города ничего не дал, город выдержал эту осаду, выдержал четыре попытки взять штурмом его, а тут из Казани прибыли войска во главе с князем Борятинским они разбили Разинцев. Сам Разин после этой неудачи вернулся на Дон, хотел собрать новое войско, новые силы, но ничего из этого не получилось. Ну, и тогда казацкая старшина, верхушка казачества, которая смотрела до сих пор на действия Райзена сквозь пальцы, решила, так сказать, заслужить расположение царя Алексея Михайловича и войсковой атаман Корнило-Яковлев выдал Разина правительству. Его привезли в Москву, казнили на Красной площади. Расправы чинили уже массовые казни с участниками восстания в Барзамасе, там под руководством князя Борятинского. Было казнено не менее 11 тысяч человек, это, конечно, свидетельство массовости восстания и того, что в нем участвовали уже не одни казаки. Ну вот, после подавления этого восстания, последних его очагов, правительство снарядило карательную экспедицию против Соловецкого монастыря. Я вам говорил, что это был оплот старобрядчества под прикрытием мощных стен монастыря несколько сот монахов и мирян защищали долго монастырь. С помощью предательства только удалось взять монастырь, около ста защитников погибло при штурме, ну, несколько десятков сразу казнили, вообще Соловецкая обитель была в 16-17 веке одной из богатейших государств, и хозяйству ее был нанесен урон, от которого она так никогда и не оправилась. Еще одна проблема, которая остро встала в 17 веке. Вторую половину 17 века принято считать преддверием Петровских реформ, подготовительным этапом кардинальным реформам, кардинальному перелому российской истории. Ну, в чем это проявилось при Алексея Михайловиче? Ну, отчасти в политике больше всего повышение интереса к бытовой стороне западного образа жизни. При дворе создается театр, царский дворец украшается мебелью, обоями в польском вкусе, дети царя учатся латыни и польскому языку, царица выезжала с мужем на охоту, появились привозные зеркала, картины, кареты, ну, правда, все это как бы скреплял своим согласием царский духовник. В то же время было запрещено, например, курить табак, а во время приемов иностранных послов царь протягивал руку для целования, а затем мыл ее в серебряном рукомойнике. И вот столь же противоречиво вели себя самые даже просвещенные из бояр. Ну, некоторые имели обширные библиотеки, Артамон Матвеев, например, наладил аптекарское отдело, доставку из-за границы лекарств, книг по медицине. Вот он как раз способствовал организации придворного театра. Но вот тот же Ордин Нащекин, например, тоже просвещенный человек. Вот он, например, писал следующее. Да что нам за дело до иноземных обычаев? Их платье не по нас, а наше не по них. И вот Василий Осипович Ключевский, знаменитый наш историк, очень тонко оценил некоторые перемены в сознании образованного слоя русского общества. По его словам, уже существовала смутная потребность ступить дальше в таинственную область эллинской, даже латинской мудрости, которой благочестиво чурался русский громотей прежних веков. вот ощущение необходимости сближения с внешним миром. Вот это было налицо. И тот же Ключевский очень ярко выразил суть поведения Алексея Михайловича. Одной ногою он еще крепко упирался в родную православную старину, а другую занес было за ее черту. Да так и застыл в этом неудобном положении. Вот эти слова Ключевского о царе Алексея Михайловича. И наконец о третьем царе из династии Романовых. Это царь Федор Алексеевич. Алексея Михайлович умер в 1676 году. Перед смертью он приказал выпустить из тюрем узников на свободу сосланных, простил казенные долги многим, заплатил многим их частные долги. А сыну его в это время было всего лишь 14 лет. И правил он всего лишь 6 лет. Царь Федор Алексеевич. Царь Федор Алексеевич. Федор Алексеевич. правление его было недолгим. Он прожил всего лишь 6 лет. Но надо отдать ему должное. Если уж сравнивать с 16-летним Михаилом Федоровичем, первым царем из династии Романа, Федор Федор Алексеевич бытовой бытовой дела. Царь Федор был знатоком, например, музыки, живописи, поэзии. Был книголюбом, так же, как и его отец. И, придя к власти, он заботился о просвещении, о книгопечатании. Вот какие все-таки можно в политике царя Федора выделить мероприятия? В области внутренней политики здесь неоспоримо важнейшее мероприятие окончательное отмена местничества. Окончательное отмена местничества. Собрался земский собор, тот самый последний в истории Руси земский собор, и было объявлено, что при назначении на любые должности государственные не имеет никакого значения родовитость, происхождение, родословное, больше того. были публично сожжены специальные книги, где всё это отмечалось, родословное самых знатных семей. С тем, чтобы никаких тяжб, ссор между боярами из-за того, кому сидеть выше, кому ниже, не было. так было покончено самым длительным и вредным пережитком феодальной раздробленности, хотя и было какое-то сопротивление, но оно было сломлено. внешняя политика. здесь самое важное это война с Турцией и Крымом. Россия пыталась овладеть всей Украиной, но добиться этого не удалось, а с Крымом, с Крымским ханством было подписано Бахчисарайское перемирие в 1681 году. Важно было то, что то, что признала раньше Польша, признал теперь и Крым присоединение Левобережной Украины и Киева к русскому государству. Ну, пожалуй, нужно еще сказать об одном деятеле, который выдвинулся при Федоре Алексеевиче. Это князь Василий Голицын. Вот он был, пожалуй, самым последовательным в 17 веке и сторонником сближения с Западом. Он собрал богатую библиотеку, разрабатывал проекты реформ, возглавлял целый ряд приказов, в общем, как дипломат проявил себя, вот в частности, при заключении этого перемирия с Крымом. Но вот он воевать-то тоже пытался как военачальник с Крымом, и тут ничего не получилось. Ну, а в нем еще будет разговор впереди. его судьба сложилась все-таки несчастливо. Когда начались Петровские реформы, он оказался в лагере противников Петра, поддерживал царевну Софью, ну и в результате никакой роли практической в преобразовании России не сыграл, хотя, в общем-то, по своим данным, по своим устремлениям, он к этому был в известной степени пригоден. Наследников у Федора Алексеевича не было, остались только два брата, вот Петр и Иван. Так или иначе, можно сделать такой вывод, Алексей Михайлович и Федор Алексеевич, вот эти два царя заложили прочный фундамент для преобразования Петра Первого. Так, вот на этом мы кончаем. Я с вами прощаюсь, всего вам доброго, и ознакомьтесь с списком литературы, рекомендуемой для закрепления вот того, о чем я вам сейчас рассказывал. скажем, опять же, прощаюсь, вот я , Продолжение следует... Продолжение следует...